Приветствую, друзья, с вами Квант. Продолжаем играть в Кенши за нашего Бипа и нового спутника Корнелиуса, Козлика, и сегодня нам предстоит большой и долгий путь домой. Помимо долгого пути, он еще и опасный. Поэтому, чтобы время ваше не тратить, я думаю, я буду выдвигаться потихоньку сначала в безродный. Мало того, что у нас Корнелиус пока новичок и слабенький, он, кстати, взрослый уже особь, это хорошо, но нам все-таки придется его оборонять. Путь предстоит через туманные земли. Бип самостоятельно, конечно, мог бежать быстрее, но вместе с Корнелиусом, я чувствую, будет скорость наша медленнее. Соответственно, будет немножко тормозить и какие-то туманники нас смогут догнать. А если еще Корнелиус и положат туманики, то придется как-то его таскать на себе, скорость еще ниже станет в связи с этим. Поэтому я потихоньку начинаю выдвигаться в сторону Безродного, куда-то вот сюда, наверное. И если что-то интересное будет на пути, опасное наверняка будет наша дорога сегодняшняя, то я обязательно включусь. Погнали! Нам очень сильно повезло, на нас практически никто не напал. Мы, конечно, видели крепышей, но почему-то они, даже пройдя мимо, на нас не напали. Странно. Ладно, мы уже почти рядом с городом. Нам нужно здесь затариться едой, потому что у Бипа еды совсем мало. Ну а Козлик, я думаю, кушать захочет. У него коэффициент голода где-то указывается. Сейчас я... Вот. А, 100%, то есть он не так уж и... А у Бипа коэффициент голода 50%, то есть он не так уж и много кушает на самом деле. Поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. Но в любом случае мы сейчас затаримся немножечко едой в этом городе. Возьмем где-нибудь в баре. И, наверное, двинемся уже в сторону дома. Самое главное, чтобы туманики особо на нас не нападали. Кстати, у нас совсем туго по деньгам. И было бы неплохо, может быть, даже подзаработать здесь на туманиках. Тем более здесь гнездо недалеко. Сейчас подумаю, как это можно будет провернуть. Если провернем. Если уж нет, то будем направляться в сторону дома. В Арыши Ноби здесь стражники постоянно бегают, охраняют территорию. Да, здесь постоянная движуха. Кстати, забыл сказать, что Корнелиус, он спокойно проникает в дома. Спокойно проникает и заходит в дома не так, как другие животные. Покажи свои товары. Это очень удобно на самом деле. Мы, наверное, тогда возьмем только мясо. Подожди-ка. А здесь? Здесь у нас нет. Хорошо. Возьмем тогда только мясо. Хотя у нас он рыбу любит, кажется, если не ошибаешь. Или рис. Точно, он рис любит. Давайте рис возьмем ему. Четыре куска и четыре куска мяса. Я думаю, этого пока нам хватит. Из туманных земель вышли уже, конечно, давно. Но случайным образом попали под клювастых тварей. А это уже опасно. Здесь гнездо рядышком. Как же нам не везет с этими клювастыми. Бип у нас крепкий на самом деле. Поэтому я думаю, с ним все будет в порядке. Но вот Корнелиус, вот это уже беда. И с этой бедой надо что-то решать. Так, там их очень много. Их очень-очень много. Они начали нас атаковать. Это плохо. Хорошо, убираем скрытность. Так, Корнелиус. Бип, также скрытность убирай. В этот раз скрытно пробежать не получится. Как-то залутать не получится. У нас есть пустынные сабли. Кастапсов, рвачей, маленькие пауки. Просто пауки. То есть против них у нас нет нормального оружия. Но в принципе тип лезвия 1. Это очень хорошо. Ладно, пробуем нападать. Как бы Корнелиуса не убили. Так как он у нас полностью новобранец. Крепость на низком уровне. И клювастые твари это не самые подходящие противники на начальном этапе. Когда ты только учишься сражаться. Ну что ж, ладно. Деваться некуда. Атаковать всех я сделаю. Будем надеяться, что Корнелиус выживет. Так. Держись, Корнелиус. Я очень на тебя рассчитываю. Так как он уже свалился. Его надо быстренько залечить, чтобы он не умер. Это первое. Ну а Биб попасть... Блин, заговариваюсь. Ну а Биб пока держится. Прошу прощения. Так, давай, давай, давай. Вот это главное. Главное живот. Все. Ладно. Я думаю, таким макаром он какое-то время продержится. Давай, Бибчанский. Если ты справишься. Если ты спасешь Корнелиуса. То это просто будет невероятно. Ух ты, маленький еще прибежал. Но тут, кажется, только взрослые особи и маленькие. На самом деле, это очень хорошая тренировка для Биба. Прям очень хорошая. Он тем самым будет прокачивать себе ловкость. Так, ловкость 27 минус 13 за счет доспехов. Это хорошо. Тем самым он будет прокачивать себе ловкость. Так, Корнелиус, ты себя как там чувствуешь? Ну, вроде неплохо. Но он точно уже в коме. Соответственно, Бибу ему придется с собой таскать. Так, у нас бинты есть. Набор шин есть. Все есть, по-моему, для жизни. Как бы только Бибчик не умер. Вот это уже будет очень-очень опасно. Смотрите, сколько клювастых тварей нас окружило. Если честно, я очень сильно сейчас переживаю за нашего героя. Справится ли он с этой задачей. Уроны наносит по 54, по 44. Это хорошо. Это хорошие показатели. Срочным образом надо раздобыть оружие Мэйта. Я думаю, в ближайшее время мы этим займемся. Наверное, в будущих роликах, если он здесь сейчас не погибнет. Давай, Биб, держись. Вся надежда только на тебя. Корнелиус, к сожалению, тебе ничем больше не поможет. Левая рука пробита. Если он лишится, к примеру, руки, ничего страшного. Это только усилит нашего Биба. Допустим, левая рука уходит. Живот у него. Блин, минус 13 левой руки. Отлично. Так, по одному мы забираем, чтобы перегруз, конечно, тоже не есть хорошо. Но забираем, чтобы больше не вставали. Хотя бы по одной штучке. По одной шкурке пока на первое время. Так, рука ушла. Минус 13. Сражается с одной рукой. Живот пробит. Но остальные конечности пока чувствуют себя прекрасно. Биб, давай. Я очень на тебя рассчитываю. Так, у нас пока только младенец упал. Остальные все крупные пока здесь стоят. Вот этот сильно поврежден. Младенец сильно поврежден. Так, что с остальными? Что с остальными? Блин, если Биб, ты справишься в этом... С этого места выберешься. Критическое состояние. А это плохо. Это очень плохой показатель, крит-состояние. Так, есть. Сразу забираем одну шкурку. Я бы даже, наверное, что-то скинул. Перегруз влияет на наши параметры. По-моему, перегруз... Общий бонус снаряжения. Это бонус снаряжения, я понял. Так, живот пробили. Но он крепкий. Он крепкий. Я очень сильно надеюсь, что выживет. Так, у нас только два младенца пока доупали. Это не есть хорошо. Пробивают. Пробивают живот. Левая рука может оторваться. На самом деле, я даже хочу, чтобы рука оторвалась. Это будет на поле боя. Это будет хорошая заслуга для нашего Биба. Тем более, он будет этому очень сильно рад. Он любит, когда у него конечности становятся более сильными. Более мощными. И все в таком духе. Я, скорее всего, из Биба сделаю танкера. Потому что ему придется в этом мире быть сильным. Более сильным, чем, не знаю, ловким, скрытым. Ловким, скрытым, конечно, можно было бы свалить отсюда. Красавчик. Смотри, завалил. Еще одного. Хорошо. Держись, Биб. Я на тебя рассчитываю. Итого, у нас осталось шесть больших. Один убежал. Спасение. Быки. Быки. Это, возможно, наше спасение. Это дикие быки, скорее всего. Смотрите, как быки лупят. Поклюбастые твари. Живот единичка. Еще одно попадание по животу. И Биб, в принципе, скончается. Я просто параллельно еще смотрю за тем боем. Хорошо. Еще один ушел. Это изгои. Прекрасно. У нас есть шансы. Если он залечит себя. Бык, смотри, зарешал. Слушай, а знаешь, как можно? Можно к этим быкам направиться. Но, конечно, клевастые твари быстрые. Пару раз успеют ударить по Бибу. Поэтому не хочу. Ладно, пускай сражаются. Быки, я надеюсь, справятся. Они справились с одним. Так, там у нас... Так. Биба поедают, но он встанет. Он встанет. Вставай, вставай, Биб. Вставай на тебя. Гару здесь еще есть. Хорошо, вставай, Биб. Сражайся. Испугались. В общем, клевастые твари после того, как Биб сразу сумел встать. Они боятся, когда это очень сильно решает наша крепость. Как только его завалили и начинают поедать, он встает. То есть, он уже лежит не в бессознанке, а встает. И клювастая тварь этого пугается и убегает. Раньше я думал, что это баг. Но мне объяснили, что это просто испуг. Отлично. Так, подожди. Отлично. Иди залечивай свои раны. Биб, сильнейший красавчик. Я наконец-то, наконец-то вижу эти слова. Именно в тех моментах, в которых необходиму Гару, нас спасли практически Корнелиус. Залечиваем Корнелиуса. Берем его на плечо, на руки. И валим с этих земель. Я даже залутывать ничего не буду. Потому что не стоит того. Наша жизнь не стоит вот этих вот. В общем, перегруз нам лишний не нужен. Я это хотел отказать. Живот минус 4. Он выстоял. Красавчик. А где остальные? Быки полегли. Все, что ли, полегли? Или Гару всех одолели? Я что-то не успел заметить. Ну да ладно. Не да ладно. Это не столь важно. Поднимаем. А шину наложить не можешь на себя? Он не может нести Корнелиуса. А это большая беда. Это очень большая беда. Хорошо. Тогда лутаем остатки. Чтобы они уже не встали. Быки. Быка было бы неплохо залечить. Но у нас медикаменты заканчиваются. Поэтому я сейчас этим заниматься не буду. Но в любой другой ситуации я бы залечил. Дикий бык умирает. Было бы неплохо, если бы они встали и дальше помогли нам. И, блин, плохо, что нельзя, к примеру, приручить этих быков. А так было бы очень круто. Допустим, спас, вынес где-то. Потом приручил. Так, тоже дикий бык. Тоже умирает. Тоже дикий бык. Но у нас медикаменты заканчиваются. А медикаменты у нас прокачаны очень-очень плохо. Соответственно, тратятся они в большом объеме. Блин, Бип. Как же сделать так, чтобы тебе наложить на левую руку? Я и поднять не могу. Это очень плохо. Что ж. Бежим, охраняем. Оставлять Корнелиуса точно нельзя. Поэтому мы стоим здесь до упора. А подожди, а у нас есть? Секунду. Блин. У нас спальника нет. А это плохо. Остается только ждать. Ладно, ребята, буду включать, как только какие-то изменения появятся. В общем, я не знаю как, но Бип поднял нашего Корнелиуса. Поэтому приходится валить. В общем, здесь вообще никого не осталось. Как видите, мы нарвались прямо на гнездо. Я постараюсь уйти в улей потихоньку пока. Конечно, так, вон, кстати, еще наш слуга, видимо, который тоже рядом с нами воевал. Волчья лугово зачищена. Пока он нас палит, но мы передвигаемся. Я залутал всех по одной шкурке у каждой клювастой твари. Остальное не стал залутывать, потому что у нас и так большой перегруз. Это сказывается на скорости передвижения. Сейчас нам этого не нужно. Лучше побыстрее добраться до улей. Там мы уже сможем немножечко передохнуть. К сожалению, спальника нет. Не знаю, каким образом он сумел поднять, ведь у него левый... Ведь у него левая рука еще не зажила. Справимся ли мы со взрослой гориллой? Бип, ты справишься? Так, он же нападает. Да, он нападает. Скидывай. Так. В общем, тебе придется при любом раскладе справиться. У тебя выхода нет, Бип. Так что давай. Я чувствую, что ты... Так, нога. Ноги это плохо. Ноги не трогаем. Держись. Красиво. Тихо. Тихо. Не переживаем. Все хорошо. У него кровопотеря. Держись. Ты в любом случае справишься. Хорошо. Хорошо. Так, смотрим на параметр. Кстати, крепость у нас не выросла. Как была 77, так и осталась. А вот атака и защита я не обратил внимания. Возможно, немного повысилась. А вот сражаясь с этой гориллой, точно должно что-то повыситься. Потому что он уже сильнее нас, как минимум. Поэтому держимся. Надеемся, что никто со стороны к нам не придет. И надо добраться до этого улья. Вот он уже совсем рядом. Мы бы не убежали от него. У него скорость бега какая? 7 миль в час. Слушайте, а мы от него убежать сможем. Но мы его добьем все-таки. Мы его добьем. Он чувствует себя тоже не совсем хорошо. Не хочу, чтобы вслед нам кто-то дышал. Особенно гориллый какой-то. Так, уби по скорости 17 миль в час. Но это если он не поднимает. Если поднимет, там скорость уменьшится. Давай. Сколько уже ему осталось? Бип, давай. 35 атака. Кажется, повышается атака. Это хорошо. Неплохо. Красава. Еще. Малорик. Грудь. Грудь 23. Левая рука минус 23. Все-таки Бип справляется при любом раскладе. Я думал, он потеряет руку. Но нет, не потерял. Блин, очень хорошо. Если бы, кстати, ему по руке попали, саданули еще разок. Офигеть. Офигенно. Офигенно. Забираешь еще одно. Остальное не нужно абсолютно. Лечишь Корнелиуса. Комода поправки. Сможешь поднять? Уже нет. Я ни кого не смогу нести с такой рукой. Я понял. То есть придется нам снова ждать. Хорошо, ждем. Так, наконец-то рука немножко залечилась. Уже темно. Поднял он нашего Корнелиуса. Передвигаемся потихоньку. В надежде на то, что какие-нибудь гориллы снова на нас не нападут. Так, смотрим. Скорость сидя у нас 5 миль в час. Так, 14. То есть от гориллы, по сути, мы бы могли убежать. Если еще раз он нам встретится. Посмотрим на атлетику. Вернее, с какой скоростью он передвигается гориллой. Скорее всего, просто будем убегать. И надо нам залечить, наверное, наши раны. Именно в улье. Только там нам не дадут кровь. Вот в чем проблема. Потому что Бип, как известно, изгнан из ульи. И кровь нам там точно не дадут. И купить там ничего нельзя. Соответственно, это проблема. Хотя, если мы от этого улья уже... В этом улье уже находимся. То здесь особо не будет, я думаю. Сложно. Подожди. Трутень солдат. Не надо трогать трутню. Двигаемся дальше. Просто бежим. Красавчик. Добежал. И направляемся сразу в сторону нашей базы. Я надеюсь, что где-то здесь уже не будет никаких клювастых тварей. И подобных опасных хищников. Ладно. Двигаемся. Наконец-то мы добегаем до нашего бара. Это просто замечательно. В итоге добрались без происшествий. Здесь уже было не так далеко. Давайте продадим все, что можно. И будем, естественно, восстанавливаться. Потом направимся на базу. Может быть, там нас кто-то уже ждет. Давайте посмотрим. Упана святой нац. Идет. Во. Неплохо. Будет с кем повеселиться. Я думаю. Но надо сначала восстановиться. Это главное. Скидываем вот это все дело. Это я оставлю. Нам точно пригодится. И бинтики. Бинтики бы нам не помешали. Но я здесь ничего не вижу. Хорошо. То есть нормальных бинтиков я не вижу здесь. Надо бы закупиться. Прогуляться в Скуин. Может быть, у меня, конечно, на базе есть. Но я на всякий случай возьму. Больше не вижу. Ничего полезного для нас. Хорошо. Погнал укладывать козлика. Укладывать буду и козлика, и самого бипа. Естественно, надо полностью восстановиться. Сражение со святой нацией обещает быть тяжелым и опасным. Соответственно, и козлику, и бипу надо... Слушай, а то, что мы положили... А, здесь же не берут плату. Я вспомнил. Здесь бесплатные кровати. Плата 0. То есть мы здесь бесплатно лечим. Восстанавливаем свои силы. Хорошо. Ждем восстановления. И ждем, когда к нам прибудут святые нации. Подожди-ка. Давай посмотрим сначала, где они идут. К нам не придут. Я вспоминаю, что они застряли. То есть надо было нам сделать перенос. Это печально. Я очень надеялся, что мы будем завершать эту серию святой нации. Но они до нас не дойдут. Итак, наши ребята восстановились. И что-то на базе я вижу какую-то белую точку. Возможно, это святая нация. Еще одна команда. А может и нет. В общем, мы направимся сейчас в сторону базы. Проверим, кто там есть. Что за белая точка. Кто это вообще такие ребята. Что за ребята. Если святая нация, то просто замечательно. То есть мы с ними сразимся в честном бою. Посмотрим, на что способен наш Бип. Проверим, на что способен Корнелиус. Так. Нет, это торговцы с животными. Кстати, по поводу бычка. Я, конечно, задавал вопрос. Не все комменты, наверное, прочитал. Надо будет прочитать. Давайте еще раз задам этот вопрос. Будем ли мы покупать себе бычка. Потому что бычок хорош. Или все-таки вдвоем с Бипом и Корнелиус идеальная пара. И нам больше никто не нужен. Да, это были всего лишь торговцы. Хорошо. Тогда что мы делаем следующим образом. Скидываем сюда еду, которую набрали. Подожди. У Корнелиуса здесь. И здесь куча еды на самом деле. Нам бы бинты, кстати, пригодились. Так, это, это, это. Оставим, это оставим. Слушай, Корнелиус тоже не так много кушает. И чтобы большого перевеса не было, нам все же еще понадобится. Вот так оставлю я пока. Бинтики у нас вообще есть какие-нибудь? Сейчас проверим все это дело. Так, здесь исследовательские только. Здесь у нас стоит арбалетный шкаф. И здесь у нас должен быть сундучок. Так, секунду. Вот, 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 вот. Идеально. Есть у нас бинты. Это замечательно. Это пока скинем сюда. Мало ли, вдруг на черный день пригодятся. Все. Значит, мы сейчас выдвигаемся в очень интересное место. Во-первых, 4500 у нас денег осталось. Это не так много. Нам деньги понадобятся. Поэтому мы выдвигаемся в город Скуин. И где-то на пути в город Скуин там должна находиться банда. Вернее, лагерь пустынных бандитов. Вот. Именно с ними мы попробуем еще раз сразиться. Я понимаю, что бип, естественно, затащит. Скорее всего. А может и нет. Ну и заодно проверим Корнелиуса. А если затащим полностью, то, естественно, залутаем. У них хотя бы какие-то вещи, чтобы продать и немножечко на этом заработать. Ладно. Мы полетели. Увидимся уже где-то там. Я не помню, где точно. По-моему, где-то вот в этих районах обитали бандиты. А в следующей серии напомните мне, пожалуйста, если я забуду, сделать обязательно перенос. И надо, чтобы отсюда уже свалили. Свалила святая нация. И тогда мы с ними сможем повоевать уже на равных. Странно. Но на том месте, где были бандиты, я их там не встретил. Возможно, их вынесли, потому что переносов никаких вроде бы как бы я не делал. Ну, да ладно. Я их встретил вот здесь по пути, в поисках, когда пошел. И сам не заметил, как они на меня напали. Ну что ж, давайте попробуем сразиться. Бип, Корнелиус. Корнелиуса, правда, уже ранили. Выделяем всех. Так, слушай-ка, подожди. А Корнелиус справится ли с арбалетчиками? Вот в чем вопрос. Арбалетчики, потому что они так достаточно хорошо ранят. Давайте вот так я сделаю все-таки. Атаковать всех. И Корнелиуса немного с этой стороны выведу, чтобы... Чтобы по нему арбалетчики все-таки не стреляли. А Бип... Подожди, Бип дразнить сделаем, чтобы большая часть на него согрелась. Мне это тоже подсказали, кстати, на стриме в комментах. Если делаешь на топовых бойцов дразнить, то большая часть... Видите, агрятся все на него. И, соответственно, Корнелиуса один на один можно будет сразиться с этим. Давайте попробуем. Так, Корнелиус, давай хотя бы... Опа-на, 40 урона. Это весьма хорошо. Особенно для практически новичка. Давай, еще один удар. Отлично, 24. Ну, Бип там точно должен справиться. Тут не так много их. Они просто нам попутно встретились. Ну и сам Корнелиус меня сейчас больше всего волнует. Я очень хочу, чтобы он прокачал свою крепость. Только что было 6, уже 7, ребята, обращайте внимание. Было 5, по-моему, когда мы только начинали. Может быть, и того меньше. Арбалетчики мажут. Может быть, даже попадают по своим в какие-то моменты. Корнелиус, давай, добей хотя бы одного, и я буду за тебя нереально рад. Так, Бип там справляется. Бесспорно. Блин, за него и переживать не стоит, когда он сражается. Так, дразнить. Дразнить это очень хорошо. Как чувствует себя наш враг? Давай. Почему ты не смог сбодать? Давай. Я верю в тебя. Справься с ним. Красавчик. Бип там со всеми уже справляется. Отлично. Ну просто красава. Ну просто идеально. Молодцы. Я, блин, за вас просто нереально горд. Вы сегодня продемонстрировали невероятную стойкость. Давай, последнего добей. Так, он у нас без оружия, соответственно, сражается кулаками. Да, но тебе это не спасет. В общем, как-то так, ребят. Естественно, сейчас я всех их буду залутывать, потому что денюжки мне нужны. И будем направляться, наверное, в город Скуин все это дело продавать. Ну а на сегодня все, ребят. А с вами был Квант, Бип, Корнелиус. Увидимся уже в следующих сериях. Всем удачи. Всем пока. Кстати, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!